В эфире телеканала Первый Мытищинский информационная программа «День». Меня зовут Анна Мусаликина. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. Звезды хоккея и команда Северного флота сразились на льду арены Мытищи. Ворота команды из горной Северного флота назначается штрафной бросок. Без вариантов. Браво! В администрации округа неделя завершилась оперативным совещанием. Все прошло так, как я планируюсь. Поэтому спасибо всем, кто принимал участие. Участники фракции «Единая Россия» в Совете депутатов обсудили актуальные вопросы. Каждый депутат должен отчитываться перед избирателями неформально, а вот посредством соцсетей. Итоги работы управления опеки и попечительства в рубрике «Актуальное интервью». А теперь об этом и многом другом более подробно. Губернатор Андрей Воробьев дал старт спортивному празднику ко дню защитника Отечества, который накануне прошел в нашем округе. На арене Мытищи состоялся товарищеский матч «Легенд хоккея» со сборной Северного флота и концерт с участием звезд российской эстрады. Из Ледового дворца передает Жанна Оловянникова. Спортивный праздник открыл губернатор Андрей Воробьев. Он поприветствовал команды и поздравил гостей с Днем Защитника Отечества. Отметил Подмосковье место знаковое для всех, кто имеет отношение к вооруженным силам. У нас сосредоточена история, современность и будущее нашей арены. Почти 500 воинских частей, многие из которых по праву считаются элитой нашей арены. Именно здесь расположен главный штаб ракетных войск стратегического назначения, ядерного щита нашей страны. На трибунах арены «Аншлаг». Зрители начали собираться за полтора часа до начала. Перед игрой для разогрева яркое шоу с участием артистов и спортсменов. Так, 23 февраля, сказал губернатор, еще не праздновали. Товарищеский матч и концерт практически на одной площадке для всех собравшихся в зале. А здесь ветераны армии плота, слушающие различные частей Подмосковья. И те, кто только собирается связать свою жизнь с армией, выступили артистные эстрады и музыкальные коллективы России. Алексей Гоман, Денис Майданов, композицию Олега Газманова офицеры вся арена встречает стоя. Господа офицеры, по натянутым нервам, я гордами веры эту песню пою. Тем, кто просит карьеру, живота не жалеет, свою грудь подставляет за Россию свою. Дальше черед хоккеистов. На символическом вбрасывании Андрей Воробьев и тренер-легенд, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Поединок начался без раскачки. К исходу шестой минуты первого периода североморцы выигрывали со счетом 3-0. Потом легенды хоккея быстро взяли себя в руки и благодаря стараниям Сергея Шаламая и дважды Андрея Коваленко сравняли счет. Ворота команды сборной Северного флота назначается штрафной бросок. Без вариантов. Браво! Браво, Андрей Коваленко! А чуть позже и вырвались вперед. Замечательно! Здорово, что мы у нас на нашей арене можем видеть такое количество звезд. Алексей Казатонов – моя любовь со времен Советского Союза. Мы любим хоккей, болеем за наших. Буду болеть за Северный флот. Почему? А я там начинал службу в Полярном. В Североморске, в Мурманске бывал. Так что успехов и победы, конечно. К слову, это уже вторая игра команд в 2019-м. Первая встреча прошла месяц назад на открытой площадке Центрального стадиона морской физической подготовки Северного флота в Мурманске. Тогда со счетом 5-3 победили легенды хоккея. В этом матче в их составе выступают олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Илья Бякин, Евгений Давыдов, Виктор Шалимов. Какая же из команд возьмет верх в этот раз? Как вот я сейчас смотрел и по разминке, и по началу, что сборная Северного флота все-таки они помоложе, но у легенд хоккея опыта побольше. Поэтому посмотрим, кто победит, или опыт, или молодость. Красивые комбинации, высокие скорости. Уровень игры высочайший звучало со зрительских трибун в этот вечер. Встреча завершилась со счетом 12-6 в пользу легенд хоккея. Но моряки, как известно, народ отважный. Так что, возможно, в скором времени легендарных хоккеистов ждет реванш. Жанна Лавянникова, Денис Петров, Константин Бондаренко. Информационная программа «День». Итоги предпраздничной недели подвели в администрации округа. Руководству профильных ведомств администрации и главе округа Виктору Азарову представили итоги работы движения «Юнармия» Матищинского центра занятости населения, а также информацию о том, какие спортивные массовые мероприятия прошли в феврале. Традиционное оперативное совещание началось со слов благодарности. Глава городского округа Матищи Виктор Азаров отметил работу по организации праздничного хоккейного матча между командами «Легенды хоккея» и сборной Северного флота К-21. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке, проведении, потому что все прошло как планировалось, никаких замечаний нет, но и достаточно большое количество делегаций было, там порядка 4 тысяч человек, и организация движения, и организация мероприятия на территории Ледового оленя, в общем, все прошло так, как и планировалось. Поэтому спасибо всем, кто принимал участие. Спортивное мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества. Напомню, основные торжества прошли в нашем округе 19 февраля. Самое активное участие в них приняли матищинские юнормейцы. Это военно-патриотическое движение начало свою работу с января 2016 года. Его главная цель – воспитание детей и подростков в духе патриотизма на примере славной истории нашего государства. Матищинское отделение ведет свою работу с 15 марта 2017 года. С тех пор движение охватывает все больше ребят. А в школе номер 31 был создан первый юнормейский класс – 5 юм. Учитывая актуальность юнормейского движения, уже созданы юнормейские классы в школах номер 8 и 27. На осеннем заседании штаба матищинского отделения юнормии единогласно было принято решение проводить плановые приемы молодежи в ряды общественного движения, приуроченные к памятным датам. На начало декабря 2018 года в ряды юнормейцев принято 133 человека. В 2018 году матищинские юнормейцы охватили 40 мероприятий муниципального и регионального уровней. Кстати, многие ребята в будущем хотели бы связать свою жизнь с вооруженными силами России. А вот тем, кто пока с выбором профессии затрудняется, готовы помочь в Матищинском центре занятости населения. В 2018 году в учреждение обратились более 2700 человек, нуждающихся в трудоустройстве. Из них работу нашли 1871. А кому-то даже удалось организовать свое дело. С помощью субсидии центра занятости 10 человек открыли собственное дело. 9 из них в качестве индивидуальных предпринимателей и один как общество с органической ответственностью. Направление деятельности этих организаций детские развивающие центры, грузоперевозки, консалтинговые услуги, парикмахерские услуги. В округе за прошлый год проведено 12 ярмарок вакансий, который посетили более 2800 человек. 600 из них нашли новую работу. Матищинский центр занятости населения делает упор и на переподготовку кадров. Особое внимание в 2019 году будет уделено людям предпенсионного возраста. А вот чем заняться на досуге, мытищинцы любых возрастов знают точно. Февраль прошел под эгидой спорта. 3 февраля вблизи деревни Бородино состоялись соревнования по зимнему мотокроссу на кубок Валерия Павловича Чекалова. Участие в них приняли 265 спортсменов из семи регионов России. 9 февраля в Химках состоялась 37-я гонка «Лыжня России-2019». Более 500 мытищинцев участвовали в массовом старте. Всего же мероприятие собрало 15 тысяч спортсменов-любителей. А уже через неделю праздник лыжного спорта подхватили и в нашем округе. 17 февраля в Матищевском лесопарке состоялся традиционный физкультурно-спортивный праздник «Матищинская лыжня-2019». Количество участников лыжни увеличивается из года в год. И в этом году на трассу вышло более 500 участников не только из Матищ, но и из Москвы и других городов Подмосковья. В прошлом году на наших стартах стартовало 350 участников. Общее количество участников и зрителей «Матищинской лыжни-2019» составило более 1100 человек. Анна Мусоликина, Константин Химичев, информационная программа «День». Состоялось очередное заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Матищи. В заседании принял участие вице-спикер Мособолдума Никита Чаплин. Обсуждались три основных вопроса. Обращение губернатора Московской области, основные направления работы партии в регионе и способы коммуникации с жителями посредством платформы «Избиратель-депутат». В контексте обращения губернатора «Новая пятилетка» отражены вопросы по приоритетным сферам – образованию, здравоохранению, ЖКХ, строительству. Впрочем, как они будут воплощаться на местах, зависит и от особенностей каждого муниципалитета. Матищи имеют очень конкурентоспособное территориальное расположение, находятся рядом с Москвой и должны улучшить показатели экономического развития, считает первый заместитель председателя Мособолдумы. Важна инициатива, важен и контроль за реализацией национальных проектов, и тем более тесный контакт с общественностью. Тут еще очень многое надо сделать. «Мы должны быть более открытыми избирателями, показывать, что мы делаем, общаться, отвечать на вопросы избирателей, должна быть обратная связь. Для этого создан новый портал, портал «Избиратель-депутат», и я просил коллег зарегистрироваться всех на этом портале «Избиратель-депутат», для того, чтобы отражать свою работу в городском округе». Для кого-то это пока новинка, но то информационное общение, которое предоставляют новые технологии, становится уже безальтернативным. «Я давно работаю в этом портале, и любой житель, кроме всех соцсетей, Инстаграм, ВКонтакте, может зайти и на этот портал, увидеть отчеты о моей работе. Я считаю, что каждый депутат должен отчитываться перед избирателями неформально, а вот посредством соцсетей, что сегодня наиболее открытый способ общения». Новый уровень задач требует более интенсивного поиска их решения, особенно на местах, где многое зависит от прямого общения с избирателями. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Более 600 детей, лишившихся родительской поддержки в силу различных обстоятельств, живут сегодня на территории городского округа Мытища. Теперь их судьба зависит от того, насколько слаженно, внимательно и быстро будут действовать сотрудники соответствующих служб. Как справляются со своей миссией специалисты управления опеки и попечительства Минобразования Московской области по городскому округу Мытища? Об этом в рубрике «Актуальное интервью» расскажет начальник подразделения Ольга Федосеева. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Предлагаю подвести итоги работы Управления опеки и попечительства Минобразования Московской области по городскому округу Мытища в 2018 году. Прежде всего, сколько маленьких жителей муниципалитета находится у вас на контроле сегодня? Сегодня стоят у нас 670 детей. Это дети, находящиеся под опекой. 283 ребенка. В приемных семьях 78 детей. И в семьях усыновителей 280 детей. В учреждениях нашей Матичинской школы музыкального воспитания и Матичинский дом ребенка на нашей территории, который находится на первое число, было 34 ребенка. Теперь подробнее о вашей работе. В каких случаях ребенок может оказаться под контролем Управления опеки и попечительства? Это дети, которые остались без попечения родителей. Это детки, у которых родители умерли. Это дети, которые бросили родителей в роддоме. Дети, которые родители лишены родительских прав. То есть это большая-большая категория детей. 2018 год не так порадовал нас своими показателями, как бы хотелось. Выявление у нас осталось, как и в 2017 году, 43 ребенка. 2018 год, чем были для нас показатели выявления улучшены, это в отказах от детей. То есть сократилось число отказов, так как мы являлись пилотным, у нас Матичи являлись пилотным проектом, отказов нет от детей, и на 30% у нас сократилось число отказов. В этом проекте участвовали все службы нашего района, и органы опеки, и службы сопровождения, и некоммерческие организации, и, естественно, наша медицина. То есть все вместе сообща, мы взялись за эту проблему, и у нас получилось сокращение отказов от детей. Вы имеете в виду новорожденных детей? Новорожденных детей, да. Потому что каждая мама, ну, есть какая-то причина, да, чтобы оставить ребенка в роддоме. Поэтому надо было эту причину найти и помочь. Поэтому нам удалось многим, пятерым мамам все-таки мы помогли, и они не отказались от детей. Второе, вот то, что нас печалит, это увеличение лишения родительских прав в этом году. Но я хочу сказать, что эти семьи, вот прямо сразу вот в этом 18-м году они выявились, и мы их лишили. С этими семьями очень большая работа проведена была. И не один год, а несколько лет. То есть все службы системы профилактики работали с этими семьями. Помогали. И СОЗ защита, и комиссии по делам несовершеннолетних, и полиция. То есть все призывали, все помогали, чтобы ребенок остался в семье, чтобы вылечить родителей от наркомании или от алкоголизма. Но, к сожалению, мы не всесильные. И если, ну, невозможно заставить полюбить своего ребенка больше, чем, например, бутылку водки или дозу. Поэтому, ну, так получилось, что у нас в 18-м году очень сильно увеличилось решение родительских прав, и дети, кто в семье приобрел, а кто у нас в наш мотичинский дом ребенка попал. Или в детский дом. И еще одно направление выявлений – это брошенные дети. Брошенные – это помещенные по акту полиции подкинутого заблудившегося ребенка. То есть это дети без документов, это дети без родителей, это дети вообще без каких-либо родственников. Вот хочу привести пример. Вот в 18-м году в Матичинском районе мама с тремя детьми снимала у нас здесь квартиру. Позвала нянечку, чтобы она посидела с детьми и сама ушла. Пропала, ушла, и через три дня уже няня смотрит, что мама ни на телефоны не отвечает, а знала только на имя ее и телефон. Привела детей в полицию. Привела детей в полицию, без документов дети. Естественно, остались без еды, без средств существования. И вот здесь началась работа. Вместе вот полиция, мы как опека подключились. У нас, понимаете, когда доставляется ребенок по акту заблудившись под кин, то у нас есть в законодательстве 7 дней. За эти 7 дней определяется возраст ребенка в медицинском учреждении. За это же время получается свидетельство о рождении на ребенка. То есть свидетельство о рождении уже будет совершенно в другой фамилии, имя, отчество. И также вот как медики определяют год рождения ребенка. И поэтому у него совсем уже другая жизнь наступает. И даже вот эти дети, которые трое, может быть, они братья и сестры, мы об этом же не знаем. А могли бы они разлучиться и уйти в разные семьи. Но вот такая тесная работа. Мы за это время все-таки вычислили, где, какой муниципалитет в Москве эта мама была. Мы связались с этим муниципалитетом. Мы разыскали хорошо, что она все-таки многодетная мать, и там где-то она оформляла пособие. То есть мы нашли все пути. Оказывается, бабушка есть и папа есть, которые думали, что дети на даче с мамой отдыхают. То есть вот такая вот история произошла. И дети вернулись в семью. Сколько детей-сирот в 2018 году обрели семьи? Существуют ли какие-либо проблемы в сфере усыновления? И как они решаются? Ну тут нельзя говорить только об усыновлении. Это усыновление, опека, приемные семьи детки. Значит, вот из дома ребенка у нас 27 человек приобрели, семью приобрели дети. А так всего у нас 86 детей, 86 детей обрели приемные и установленные и опекунские семьи. То есть это всегда приятно, когда ребенок попадает в семью. И очень хочется надеяться, что эта семья будет долгой, счастливой. Чтобы не было у нас вот таких нюансов. Это вот как проблема, это вот возвращение ребенка из уже приемных семей. Из усыновления у нас не было никогда. Разусыновление, то есть все-таки большая работа ведется по этому направлению, потому что существует служба сопровождения семей. Это очень правильно было сделано. Вы говорите про проблемы, которые существуют. Но вы знаете, в связи с этими случаями, которые в СМИ и у нас в Московской области происходят, когда дети погибают в семьях, сейчас рассматривается вопрос об ужесточении. Не знаю, слово такое некрасивое, ужесточение, а просто как бы больше будет к ним внимания. Вот так хочется сказать. Больше внимания к тем кандидатам, которые хотят взять ребенка в семью. Потому что семья, это состоит не только мама-папа, да? Но что существуют и родственники, да? Либо, если вот, например, усыновление происходит одной женщиной, у нее есть, например, гражданский муж или просто муж, который не хочет, например, усыновлять. Она хочет, он не хочет. Такие ситуации есть. Как поведет себя этот человек в семье? Вот. У нас нет сейчас законодательное, чтобы проходили психологическое обследование. Мы направление не даем, но это по желанию. Если человек желает, он может пройти психологическое обследование. Вот. Если это законодательно не предусмотрено. А сейчас хотят вести это как бы законодательно. И не только обследование кандидата самого, но и членов семьи. Мне кажется, это правильно. Это правильно, потому что тогда мы будем знать, в какую семью мы отдаем ребенка. Чтобы не было никаких сюрпризов и не было и самое страшное, чтобы ребенок не пострадал. А по каким же причинам опекуны отказываются от детей? Мы проанализировали. Вот в 2018 году у нас было шесть возвратов. Это очень большая сумма. Это очень большая, потому что в прошлые годы у нас один, ну вообще нулевые были показатели. Самая большая проблема это адаптация ребенка, которого привезли приемные родители из другого региона. Понимаете, в Московской области не все могут подобрать себе ребенка, потому что их практически нет. Все дети уже в семье. Поэтому граждане у нас на учете стоит 380 кандидатов, 380 кандидатов, которые желают принять ребенка в семью. Поэтому они по другим регионам ездят, стоят на учет, а тут приводят ребенка. Особенно дети, которые возрастные, это 8, 10, до 14 лет. Понимаете, он привык жить в детском доме в своем регионе, например, в Хабаровске или из Санкт-Петербурга. Он там все знает, он там родился, он там жил с друзьями. Когда он приезжает сюда, ему трудно адаптироваться. Трудно адаптироваться здесь, в нашем, например, городе. И начинаются какие-то трения, начинается то, что не пойду в школу или еще что-то. Вот понимаете, вот это все начинает складываться и даже вот наши службы, сопровождения, да, не всегда у нас получается выправить ситуацию. Поэтому были случаи, когда дети вернулись обратно туда, откуда они приехали. Еще одна проблема, это все-таки я считаю, не очень правильно или не очень качественное прохождение школы приемных родителей. может быть кандидаты как-то относятся к нему скептически к этому, к этой школе. Как бы нам не надо никакой школы, мы такие вот умные, мы такие хорошие, мы знаем, что мы хотим. Но там очень много нюансов. И поэтому вот у нас был случай за мою практику, да, за 20 лет работы в опеке, первый раз, чтобы в 18-м году у нас отказались от грудных детей. Они ходили, они с ними гуляли, они их кормили, они их пеленали, то есть все, они приняли решение, взяли ребенка. Это у нас было буквально вот июля и потом октябрь. Взяли ребенка в пятницу, мы передали, все хорошо. В понедельник они уже были с ребенком у нас в отделе заберите. Вы понимаете, это я не могла понять, почему, что за причина, как, мы не готовы. Понимаете, оказывается, чтобы им понять, что они не готовы, им надо было взять ребенка в семью, ночку не поспать, и они поняли, что они не готовы как родители. И это москвичи. Это вот кандидаты из Москвы, которые вот так получились. но я так думаю, эти дети у нас припошли в другую семью, поэтому я как говорю, что Бог не делает, только лучше. Ну и вот опекуны, которые дедушки и бабушки, которые уже с возрастом, конечно, мы не молодеем и стареем, поэтому и болячки приключаются, и болезни, и уже они не могут исполнять качественно свои функции. поэтому дети попадают в детский дом, потому что опекуны в состоянии здоровья не могут. На территории городского округа Мытища для детей-сирот работает дом ребенка, школа музыкального воспитания, что было в 2018 году сделано для воспитанников этих учреждений и следителей вы за судьбой их после выпуска. У нас очень отличные учреждения, это просто отличные, потому что там такие люди работают, люди, которые действительно просто там растворяются в этом учреждении. Вот в 2018 году Мытищинская школа музыкального воспитания принимала участие, у нас каждый год проходит биатлон, биатлон областного мероприятия, к которому приезжают все дети из разных детских домов, которые у нас находятся на территории Московской области. Вот, и наши всегда чемпионы, даже вот, понимаете, уже другие дети говорят, опять мы Тищи выиграли. Ну, у нас там база, у нас там лыжи, у нас тир, и дети занимаются, конечно, они побеждают. И на каждом вот этом биатлоне награждает их все приезжает Дмитрий Губерниев. Да, он очень любит наш Матищинский детский дом, Надежа Сан Теркова. Поэтому он всегда, где бы он ни был, он всегда приезжает. Потом они участвовали на соревнованиях Портукиад Лариса Лазутина. Это в Одинцовском районе проходит все, и они тоже очень много призов. Я там лично была с ними, валяла за них. Очень много призов, и первые, и вторые места, и командные места. То есть молодцы. Дети, они, понимаете, они ждут этого, они ждут, они готовятся, они побеждают. За судьбой, да, там прекрасный коллектив, и у них, знаете, есть такой постинтернатный отдел сопровождения. Там у них есть Юля, вот, заведующая отделом, она прекрасная вообще девушка, она горит на работе, она все время с ними на контакте, и вот дети все, у нас там даже есть как квартира, в детском доме создана, дети, значит, туда заезжают самостоятельно, живут, например, там несколько дней. То есть им дается определенная сумма, которую они идут, тратят, то есть они показания счетчиков снимают, то есть вот они готовы, готовы ли они в жизни. То есть они заезжают, они с вещами туда заезжают, как вот гостиница, да, вот, они свой бюджет, значит, планируют, покупают продукты, готовят, все это, ну, понимаете, вот просто и, значит, со стороны, конечно, наблюдают, взрослые со стороны наблюдают, как они справляются или не справляются, но никто не подсказывает. Потом уже, как говорится, разбор полетов, дальше будем смотреть. Вот, у них очень хорошие проекты ступеньки, то есть они ездят по разным, с разными людьми знакомятся. То есть это как иноставничество, понимаете, они с ними делятся, делятся с ними своими достижениями, да, вот, знаменитые там люди, которые достигли какого-то положения, и вот они расскажут, как они рассказывают, как они это делают, понимаете, вот, обязательно должен быть контакт. Мы сейчас это и с опекаемыми детьми тоже внедряем. То есть у нас есть благотворительные некоммерческие организации, которые мы с ними заключили договор, и они тоже, значит, люди, которые не только материально, да, помогают семьям, там, где-то там одежду купить, там, продукты или еще там что-то, но и опять же тоже как наставничество, то есть они делятся своими, потому что вот бабушки, да, воспитывая внуков, трудно им, например, тем более мальчики, ну и девочки тоже у нас, как-то объяснить, как надо мужчине быть, как надо деньги зарабатывать, да, как надо вообще в жизни, потому что, ну, бабушки жили не в то время, они не наши сейчас, поэтому вот эти наставники, как бы, с детьми, они очень хорошо это все получается, и есть такие результаты, есть результаты положительные. Ольга Михайловна, спасибо за интервью. Смотрите во второй части выпуска. День защитника Отечества. Экскурс в историю праздника. Все зависит от стойкости нашей армии. Она выстояла тогда, она до сих пор является надежным защитником страны. Портреты войны в новой выставке в историко-художественном музее. Здесь вот эта тема вечности, ну, в другом преломлении нам подается. Чего хотят мужчины, выясняла Алла Сталаева. Тоски и дезодорант, ну, это то, что мне не хватает. Все выходные для матищенцев будет работать праздничная ярмарка. Будет полевая кухня и, естественно, праздничное настроение. Ровно сто лет назад, 23 февраля 1919 года, граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии. Этот день в силу сложившейся традиций, связанных с трагическими и героическими страницами в истории страны, стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Десятилетие сменяло десятилетие этого самого бурного 20 века, в течение которого страна минимум дважды была на волосок от гибели. И отношение к празднику менялось. Из узковедомственного он незаметно стал народным. Таким его сделала внешняя агрессия. Но и без нее было понятно, что отсидеться в окружении якобы миролюбивых соседей не получится. Не помогут нам ни бескрайние территории, ни суровый климат. Кого он когда-нибудь пугал? Когда зимой 41-го года во время самых яростных боев за Москву ударили морозы, многие гражданские этому обрадовались. Каково теперь немцам там будет наступать? Но опытные военные возразили. Ведь наши солдаты в полях и в окопах тоже мерзнут. Так что никакой генерал мороз, никакой генерал ветер и снег их не остановят. И все зависит от стойкости нашей армии. Она выстояла тогда, она до сих пор является надежным защитником страны. Остается надежной защитой, несмотря на то, что еще совсем недавно ее предлагали сократить до ста тысяч. То есть практически растоптать. Незачем, мол, тратиться. Денег и так ни на что не хватает. Да и кому мы нужны? Нас защитит мороз, разбитые дороги, дожди. Эти легенды, запущенные когда-то в дребезге разбитыми оккупантами, живы до сих пор. Более того, те, кто хотел бы повторить зимние походы Наполеона и Гитлера, опять подбираются к нашим западным границам. История повторяется даже не фарсом, а непроходимой глупостью. Но нашей армии приходится противостоять глупости уже в последнюю очередь. А для начала останавливать реальных агрессоров, которые могут объявить смену правительства по любому своему желанию и направить туда войска. А вот ни глупость ли не видеть, что это мировой разбой и никакой мороз его не остановит? Отрадно, что наш народ понял это еще сто лет назад и с тех пор построил новую и не забыл лучшие традиции старой армии. День защитника Отечества родился именно как воплощение нашей народной традиции. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа День. Редкие полотна матищинских художников составили новую экспозицию в историко-художественном музее. Выставка приурочена ко Дню Защитника Отечества. Будни войны портреты участников тех героических событий в исполнении матищинских художников дополнят великую летопись века. Все эти работы хранятся в фондах музея. Они подарены самими авторами в разные годы и отражают то отношение, которое было характерно разным десятилетием в подходах к осмыслению самого важного исторического события 20 века. Если в 40-е годы, в конце 40-х годов, когда написались работы на тему войны, они были документально подробными и они не отражали большой общей мысли. Потому что тот же самый художник очень популярный у нас в городе и очень любимый Скок, он несколько иначе преподносит нам это событие. Здесь вот эта тема вечности в другом преломлении нам подается. Узнаваемый портрет молодого лейтенанта. На плечи 20-летних выпускников военных училищ легла основная тяжесть первых лет войны. Эта война не по картам и учебным схемам. Эта война в самой глубине души. Нам дано это понять только вглядываясь в лица и тех кто выжил и тех кто не вернулся из боя. Им посвящено полотно Валерия Андросова «Этот строй ушедших в вечность». Картина напоминает всем нам знакомые строки Расула Гамзатова «О стае белых журавлей». Это и есть настоящие реалии войны в их поэтическом воплощении. Они также подробны и также вневременны как нескончаемая память о войне. Сергей Берзин Денис Корнев информационная программа День. К празднику 23 февраля женщины для мужчин готовят сюрпризы и каждый раз ломают голову над тем чем же их удивить. Задача стоит непростая. В нашем Блиц-опросе мужчины раскроют секрет о том каких подарков ждут а женщины расскажут что подарят своим защитникам. Внимание на экран. Главное не носки что угодно не знаю в основном инструменты конечно же молодые люди все равно больше рукоделы наверное все таки что-то из серии бормашины для ювелирных изделий было бы вообще замечательно. Я подарю подарок портативную колонку но это запрашиваемый подарок. Возможно какие-то гаджеты если чем-то увлекается что-то связано с его увлечением например для рыбалки. А что для вас самый отличный подарок? Хорошее отношение просто хорошее отношение я ведь служил поэтому конечно это праздник в военно-морском флоте у меня два праздника день ВМФ и 23 февраля 23 февраля вы как будете с собой любимым вашим февралом? Ну как как обычно подарками А какой подарок? Ну еще не подумала еще есть какой вы ждете? Сейчас идем носки наверное Чтобы я хотел получить да не знаю да ничего особо любви и ласки подарки так материально можно самим добиться Какой подарок ждете? Носки и дезодорант но это то что мне не хватает В пятницу на главной площади города развернулась праздничная ярмарка Самый широкий ассортимент товаров представили продавцы из разных регионов России и ближнего зарубежья Эта традиция полюбилась многим мытищинцам но в этот раз организаторы приготовили сюрпризы для своих гостей Подробнее о них расскажем в следующем сюжете На центральной площади города снова разворачивается бойкая торговля На этот раз ярмарка приурочена к 23 февраля Ассортимент товаров исключительно для мужчин Можете подумать вы и ошибетесь Хотя здесь много сувенирной продукции и полезных товаров для защитников Нужную вещь смогут себе подобрать и представительницы прекрасного пола Ярмарка с одной стороны и есть подарок к празднику а с другой возможность подарки приобрести Впрочем это еще не все Организаторы по случаю Дня Защитника Отечества подготовили сюрприз для мытищинцев 23 февраля с 12 часов здесь будет проходить концертная программа будет полевая кухня и естественно праздничное настроение Кроме промышленных товаров на ярмарке представлен широкий ассортимент продуктов Традиционно мясную, колбасную и сырную продукцию привезли из Белоруссии Липецкой области и Подмосковья Большой выбор сладостей и меда Некоторые продавцы идут на стопроцентные скидки для покупателей Приобретаете один килограмм меда второй в подарок Вся продукция свежая и проверенная за качество ручаются специалисты ветеринарной службы так что все на ярмарку с пятницы по воскресенье с 9 до 18 часов Юлия Федориненко Сергей Берзин Олег Степанов информационная программа День А теперь перенесемся в Тверскую область здесь можно окунуться в железнодорожное прошлое нашей страны на одном из участков ретро-паровоз вновь начал выполнять регулярные рейсы По железнодорожной ветке в Тверской области как встарь мчится паровоз Вот уже несколько месяцев он выполняет регулярные рейсы Расстояние от Балагова до Осташкова в 113 километров ретро-паровоз проходит за 3,5 часа Всего 14 остановок нашего ретро-паровоза А везде стоянка минута 2 минуты Вагоны окрашены в традиционный зелёный цвет Интерьер оформлен в стиле 20 века Начальник поезда и проводники носят историческую форму А пока пассажиры наслаждаются поездкой рабочие без отдыха закидывают уголь в топку Живая машина Ну тепловоз что такое нажал кнопку завёлся Конечно не как электровод Электровод вообще бездушный А на паровозе уголь Погой сам видишь вода, пар Очень даже неплохо Паровозы в России перестали ходить несколько десятилетий назад Вернуть старинный транспорт на рельсы решил руководитель Всероссийского общества любителей железных дорог Паровоз это величайшая историческая память России Я сравнил бы паровоз с царь-колоколом с царь-пушкой по их значению И это тот элемент истории который обязательно должен оставаться живым как колокольный звон как кузнечный промысел как гончарный промысел Железнодорожную ветку Балагоя-Осташков проложили в 1907 Раньше это был важный стратегический маршрут Теперь же поезда здесь ходят редко Во время войны этот район нещадно бомбили Но многие исторические здания выстроенные вдоль железной дороги сохранились и выглядят так же как и сто лет назад Первый раз по ней проехав зимой а потом следующая поездка была весной когда всё здесь цвело когда был ещё цел весь лес всё на всю жизнь это была болезнь сердца Паровоз ходит по субботам Во время поездки он на полчаса останавливается на станции Куженкино где под открытым небом расположился железнодорожный музей На сегодня это всё ещё больше информации на сайте Первого Мутищинского Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм Далее вас ждёт прогноз погоды Оставайтесь с нами Мам, вот приставка для цифрового телевидения Неизвини, надо бежать Потом приеду всё настрою Только не опоздай А то аналог отключат Успею, не волнуйся Давай всё настрою Я уже всё сделала Позвонила по телефону 8 800 220 20 02 и мне помогли настроить С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах Узнайте, как перейти на цифру по телефону 8 800 220 20 02 Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявило о начале приёма документов по отбору участников под программы социальная ипотека государственной программы жилища в 2019 году по следующим категориям молодой учёный и специалист и молодой уникальный специалист Срок приёма документов с 21 января по 22 марта 2019 года Условия участия, порядок отбора, критерии форма заявления о включении а также перечень необходимых документов и материалов размещены на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области в разделе документы Зачем мне нужно сортировать мусор и выбрасывать его в разные контейнеры? Потому что пришло время задуматься о будущем Сейчас весь мусор без разбора сбрасывается в один мусорный бак Отходы превращаются в одну большую кучу Появляется неприятный запах А вокруг городов растут огромные свалки которые мешают жить и портят экологию Но уже сегодня Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора два бака Цель которого – улучшить экологическую обстановку Во дворе установят два контейнера Синего цвета с бутылкой он предназначен для сбора сухих отходов Второй серого цвета с бананом для смешанных отходов Сортировка мусора снизит объем и количество мусорных свалок в два с половиной раза Сортируя мусор сейчас мы помогаем спасти нашу экологию Два бака – одно чистое Подмосковье 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 Играетgeв Два бака – одно пакет Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Субтитры подогнал «Симон» По вечерам я иногда думаю, вдруг к нам заберется грабитель и украдет все мое лего. Но у нас в подъезде крепкая дверь. Есть камеры наблюдения и охранник. Но грабители бывают очень хитрые. Знают, как скрыться от камеры наблюдения, обмануть охранника. Зачем люди берут то, что им не принадлежит? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию карты, заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращение». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok